МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Устанавливать бордюры и делать разметку под тротуарные дорожки. Масштабный проект благоустройства города в действии. Во дворе на улице Крылова появится детская площадка, парковка и своя зона отдыха. На данном этапе мы крышу разобрали и меняем крышу. Всем миром в станице Гастагаевской приступили к реконструкции единственного православного храма в сельском округе. Больше эмоционально и по цвету, и по структуре живописи. Уроки мастера. Фестиваль киношок подарил юным анапским художникам мастер-класс знаменитым живописцам из Якутии. От благоустройства до проблем с устройством ребенка в детский сад. За время прямой телефонной линии, которая прошлась сегодня, главе Анапы поступили звонки от жителей самых разных населенных пунктов муниципалитета. От комитета родителей детей-аутистов в главе поступила просьба о выделении автобуса для доставки детей в школу, расположенную в хуторе Рассвет. Там открыт единственный в Анапе специализированный класс для таких особенных учеников. Вопрос был решен тут же. Мы ждем поставку семи автобусов до 31 декабря. Как только семь автобусов мы получим, мы сможем выделить газель для подвоза ваших детей. То есть до 31 декабря вопрос может быть урегулирован? Да. Хорошо, спасибо огромное. Практически половина звонков была из Субсехского сельского округа и Станицы Анапской. Местные жители пожаловались в голове на неприятные запахи, источник которых – очистные сооружения водоканала. Когда северо-восток дует, люди задыхаются на объездной. Когда юго-запад, Станица Анапская. Я не знаю, с каждым годом улучшений никаких нет, мне кажется, только ухудшение. По организации воздуха установили туда установку, сейчас будем тестово ее запускать. Вот этим летом ее приобрели. Водная завеса со спецраствором, по словам руководителя водоканала, будет улавливать и гасить неприятные запахи. Установка уже куплена, осталось провести пусконаладочные работы. Много было звонков и с благодарностью за новые дороги, детские площадки и зеленые зоны. У жителей Субсеха в этом году решилась давняя проблема. Наконец-то появился асфальт на улице Серебряной. Но теперь нужна благоустроенная остановка общественного транспорта. Для остановок есть требования определенные? Ну так, мы сами определили на перекрестках. Васильковая, потом Гагарина и Терешковая. Не, ну чтоб остановку поставить, надо ж место там, да? А ну, во всяком случае есть, я уже нашла. Глава поручил начальнику отдела по транспорту и связи выехать на место и определить, где возможно обустройство остановочного кармана. Еще один звонок из Анапской. Быстро растущему населению станицы необходимы детские сады и школы. Нас больше всего интересует, будет ли вообще здесь школа и сад? И когда будет? Школы невозможно, дети в тресмены ходят. Ну понятно, у нас и со школами, и с садиками очень большая проблема. Я сейчас не могу вам ответить по этому адресу, что, да? Ну вообще у нас в Алексеевке и в Анапске есть места, где мы зарезервировали под школы, под садики. Но для этого нужно время, то есть нужен проект, нужна экспертиза, нужно выделение федеральных денег на строительство. Выявление и резервирование земельных участков под новые социальные объекты находятся на личном контроле главы города-курорта. В станице зарезервировано несколько площадок под будущие образовательные учреждения. По детский сад здесь определен участок в районе улиц Николаевской и Приопской. В соседней Алексеевской на улице Спортивной будет построена общая образовательная школа на 110 мест. На финальной стадии находится оснащение новой детсады Лазурной на 160 мест. В станице Гостогаевска начались работы по реконструкции местного храма. Больше 20 лет здание не ремонтировалось, и сегодня здесь стало просто опасно проводить службы. Проблема начала решаться после того, как настоятель храма, отец Георгий, обратился за помощью к главе города Юрию Полякову. Сейчас ремонт идет полным ходом. Подробнее в нашем сюжете. Этот православный храм – единственный во всем Гостогаевском сельском округе. Раньше здесь были складские помещения. В конце 80-х их передали под церковный приход. С тех пор ремонта здесь не было. Вот я тоже попал напрямую к Юрию Федоровичу. Юрий Федорович рассказал о наших нуждах. Юрий Федорович сказал, чтобы начинали реконструкцию крыши, чтобы подключились люди доброй воли, что произошло с легкой руки. На данном этапе мы крышу разобрали и меняем крышу. И вот на этой неделе уже приступили к ремонту. Помимо администрации, помог и депутат, представляющий станицу в Совете, Геннадий Деморчев. А работают на территории храма, как говорится, всем миром. Пока рабочие разбирают крышу и монтируют основу для новой кровли, прихожане в свободное от работы время разгружают строительные материалы и убирают мусор. Всеми работами руководит лично отец Георгий. Отец Георгий такой активный, он такой двигатель, знаете, действительно. И кроме того, что он ремонтирует, делает храм, обновляет его, он еще и в нас пробуждает действительно любовь к Богу, к вере, понимание. Поэтому, конечно же, не прийти сюда, когда уже есть возможность, когда действительно мы все уже более-менее свободны, это просто грех, я считаю. Поэтому, конечно же, будем помогать в меру своих сил. Нужно помочь, каждый должен, чем может, тем и помочь. Вообще-то мы обращаемся ко многим, нам никто не отказывает всегда в помощи и сами. Мы должны показывать пример. Вот мы работаем, люди подключаются, все идут и работают так же, как и мы. Не только отремонтировать, но и достроить приход. Вместо старой деревянной башни здесь установят настоящий храмовый купол, который уже прибыл в станицу. Купол – это дело ни одной недели, ни одного месяца. На протяжении буквально полугода мы клич бросили прихожанам, прихожане помогали. Обращаемся к нашим благотворителям местным. Геннадий Семенович нам помогает. Максим, есть такой строитель. К нашим администрациям обращаемся. Вот в силу возможности, своими силами пытаемся это дело сдвинуть с мертвой точки. На этом работа не закончится. Сейчас в городской администрации идет подготовка документов на оформление нового земельного участка в станице. Рядом планируется построить новый храмовый комплекс. По замыслу организаторов он будет вмещать в себя не менее 500 человек. Руслан Душевский, Анна Варегион. На улице Крылова начали строительство новой детской площадки. В начале этой недели по программе благоустройства города здесь приступили к наведению порядка. Деревья в зеленой зоне были кронированы. Через три месяца рядом с ними появятся новые саженцы. Решится и проблема с парковкой. На новой площадке смогут останавливаться более 20 автомобилей. Масштабный проект включает в себя обустройство детской площадки, зону отдыха, парковок и озеленения двора. Сейчас рабочие демонтируют бордюры и металлоконструкции. Вывозят строительный мусор и уже закончили кронирование деревьев. Особое внимание к парковочным местам. Проект включает в себя сразу несколько автомобильных площадок. По словам прораба, результат точно понравится местным жителям. Я думаю, все понравится и пока работают на пятерочку. Демонтаж минимум, наверное, еще дней 10. Это минимум будет, потому что тут под травой оказывается еще плитка. Это надо все подготовить полигон для того, чтобы в дальнейшем устанавливать бордюры и уже делать разметку под тротуарные дорожки и так далее. После демонтажных работ начнется установка бордюров. Проект долгосрочный, есть свои трудности и подводные камни. Однако специалисты заверили, что обновленную площадку местные жители смогут увидеть уже в середине декабря. Открытый фестиваль «Киношок» продолжает радовать гостей и жителей курорта интересными мероприятиями. Одно из новшеств в этом году – выездной мастер-класс. Юные анапские художники нарисовали свои первые картины акрилом под четким руководством известного якутского живописца. Лауреат международных и отечественных выставок рассказал, как правильно работать с цветом и тенью. И самое главное, как донести до зрителей свои эмоции через рисунок. Подробнее в сюжете наших корреспондентов. Семен Луканси впервые взял в руки кисть еще в детстве. Художественная школа, училище, а теперь и Московский художественный институт имени Сурикова. Молодой живописец уже не представляет свою жизнь без мольберта и красок. Предпочитает реализм, однако с удовольствием осваивает новые стили. Семен приехал в солнечную Анапу из Якутии. Северная тематика прослеживается и в его картинах. Неоднократно живописец занимал призовые места на международных и отечественных выставках, а его работы покоряли сердца зарубежных актеров и музыкантов. Своим опытом якутский художник решил поделиться и с анапскими детьми. Впервые они рисовали на холстах акрилом, пытаясь повторить картины импрессиониста Клода Моне. Так как у нас очень насыщенная программа и за полтора часа нужно сделать, выдать такую более-менее качественную работу. И на мой взгляд этот художник больше вот на эмоциональной и по цвету и по структуре живописи намного проще и быстрее можно на этом художнике показать. Упор делается на световую гамму, на коварит и на цвет. Якутский художник признался, что был удивлен мастерством юных живописцев. Анапская художественная школа – одна из немногих, где сохранены академические традиции. В ней обучается более 400 детей. По словам педагогов, они совсем не побоялись работать с новым материалом. Эти детишки, они всегда подхватывают любые идеи, поэтому они всегда положительные. Поэтому сначала может быть растерянность, а потом, вот сейчас смотрю, они начинают уже его узнавать. Киношок впервые проводит выездной художественный мастер-класс. Пробный вариант пришелся по душе не только юным живописцам и их преподавателям, но и самим участникам фестиваля. Этот удачный опыт подхватят и в следующем году. Мастер надеется, что проведет больше уроков во время 28-го кинофестиваля. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Всероссийские юношеские игры боевых искусств стартуют в Анапе завтра и продлятся до 22 сентября. Торжественное открытие состоится в спортивном комплексе «Витязь» уже в эту субботу. В церемонии примут участие представители Минспорта России, Олимпийского комитета, молодые спортсмены, их наставники и руководители федераций. В этом году на играх будет представлено 22 вида спорта, аккредитованных Министерством спорта России. Кио Кусинкай, Тэквондо, спортивная борьба, тайский бокс, кикбоксинг и другие. Игры позволяют проверить начинающим спортсменам свои силы и выявить самых перспективных из них для формирования и дальнейшей подготовки сборных команд для участия во всероссийских и международных соревнованиях. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова